Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сети этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря блок отчетов из США по рынку труда. В 12.30 по GMT нас ждет общее количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США за прошлый месяц с релизного фармберлса. Данные по уровню безработицы и динамики роста заработных плат. Это очень важные компоненты, которые помогут нам оценить состояние сектора, отрасли в целом и помогут еще больше или, скажем так, точнее спрогнозировать изменения американской денежно-кредитной политики. Эта статистика крайне важна, поэтому имеете в виду, что волатильность сегодня будет очень высокой. Игнорировать этот фундаментальный фон будет нельзя. Не забывайте про правила риск-менеджмента, про необходимость выставления стоп-лоссов, если вы работаете с высокими плечами. Если у кого-то, друзья, есть пробелы с пониманием, что же такое риск-менеджмент, обязательно обсудите этот вопрос с вашими персональными менеджерами, а маркетс, которые окажут вам самую профессиональную помощь и поддержку. Ну что, индекс доллара текущей котировки 104.13. К сожалению, несмотря на то, что за последние дни было очень много важных релизов, доллар остается как приклеенный, консервируется в районе 104 пунктов и все ищет более достойный и значимый драйвер для определенных движений. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшний блок данных спровоцирует распродажу американской валюты, потому что в целом не сомневаюсь в том, что рынок труда разочарует. На этой неделе у нас было заседание Федерезерва, ставку оставили уже восьмой раз подряд на прежнем уровне 5,5%, но при этом на пресс-конференции Джером Пауэлл, который возглавляет американский регулятор, дал понять, что обсуждение было очень жарким и допускалась возможность снижения ставки уже в ходе июльского заседания. Но все-таки в конце концов большинством классов было принято решение оставить ставку на прежнем уровне. Мне кажется, вот этот комментарий, он фактически является дополнительной подготовкой для нас к тому, что ставка будет снижена уже в сентябре. Вероятность этого 100%, и я даже не представляю, при каком сценарии в сентябре американский регулятор может передуматься. Пауэл снова повторил то, что все зависит от отчетов, от экономических условий. Решение принимается в моменте, в момент заседания. Есть ощутимый прогресс, ослабление инфляции и наблюдаются признаки охлаждения американского рынка труда. Мы это помним даже по старым релизам Non-Farm Perils. Но в рамках этой недели у нас был уже слабый отчет ADP, и вчерашний релиз, который очень разочаровал, это по первичным заявкам на пособие по безработице. Их общее количество выросло на 249 тысяч, против прошлого значения 237 тысяч. Логичным продолжением этого должен быть слабый Non-Farm Perils, который мы ожидаем сегодня. Также вчера вышел отчет ISM производственного сектора. Тоже очень плохие цифры. Индекс остается в зоне спада, но, к сожалению, здесь новые многомесячные минимумы. Уже снижение этого показателя со 48,5 до 46,8. В сухом остатке получается то, что признаки охлаждения рынка труда, подтвержденный факт прогресса в сохранении дезинфекционного тренда и все больше оснований для того, чтобы американский регулятор снижал ключевую процентную ставку. Даже сейчас, когда мы еще не видели фактические цифры по Non-Farm Perils, я практически уверен, что до конца этого года американский регулятор снизит ставку на трижды. Поэтому ждем, друзья, развития нисходящей динамики по доллару и закрепления этого инструмента ниже 103 пунктов. Золото 1453 доллара за тройскую омницу. Цель 2500 остается актуальной. Геополитика, снижение курса американского доллара, снижение доходности трежи с десятилетки уже в районе 4%. Если все-таки дело дойдет до еще большей эскалации конфликта между Израилем и Ираном, я думаю, то, что золото уже либо в рамках текущей торговой сессии, либо с открытием следующей недели может попробовать добраться до указанной цели 2500. Поэтому присмотритесь к длинным позициям. Сейчас при текущем фундаменте я даже не хочу рассматривать возможность шартов, потому что их трудно будет объяснить. Долг иена 149.50. Мы достигли целевой отметки 150 иен за доллар. Пока что, сохраняя выжидательную позицию, нужно посмотреть за тем, как рынок переживет отчет Non-Farm Parance. Но в целом Банк Японии ясно дал нам понять, что больше не допустит какого-то серьезного пресса на курсы национальной валюты. Ставка была повышена на 15 базисных пунктов. Это еще не предел. Если инфляционное давление продолжит расти, Банк Японии может согласовать дополнительное ужесточение монетарной политики. Программа количественного смягчения сокращена вдвое тоже еще один весомый, уверенный, большой шаг отказа от той стимулирующей мягкой политики, которая в рамках японского регулятора объективно еще сохраняется. Почему Банк Японии повысил процентную ставку? Главный аргумент якобы это значительный рост зарплат, который, с одной стороны, разумеется, позволяет больше тратить и органическим образом увеличивает цены за счет более высоких показателей потребления. Но, с другой стороны, чем выше зарплаты, тем выше издержки для бизнеса. Бизнес перекладывает эти издержки на плечи потребителей через более высокие цены на сервисы и, соответственно, на отпускные цены на продукты питания и, в целом, продуктовую корзину. Текущая тенденция такая, что мы можем спекулировать на идею возможности еще одного повышения ставки до конца этого года. Но я предлагаю все-таки сегодня посмотреть за тем, как аппарат реагирует на non-farm perils. Если мы поймем то, что нисходящий импульс сохраняется и медведи никуда не делись, продавцы, то, возможно, на следующей неделе я анонсирую новую сделку уже с более глубокими целевыми ориентирами. По уровню криптовалют ничего не меняется. По эфириуму я, так же, как и по биткоину оптимист, эфириум сейчас торгуется на уровне 3.160, ждут также закрепления выше 3.500. Фундаментальный фон уже неоднократно озвучивал в рамках этой недели. И, в целом, если со всех сторон объективно на него посмотреть, позитива сейчас больше. Фунт против доллара 1.2720. Впервые с 2020 года Банк Англии взял и снизил ключевую процентную ставку. Я, честно говоря, не ожидал этого. И, судя по расстановке голосов, 5 было из 9 голосующих членов за снижение ставки, четверо против. Ну, половина тоже была согласна с тем, что лучше в текущих условиях ставку оставить на прежнем уровне. Но большинство все-таки продавило это решение. Мы сейчас видим уже ключевую ставку на отметке 5%. То, что Банк Англии снизил процентную ставку в условиях, когда есть предпосылки для роста инфляции, даже прогноз по инфляции на следующий квартал предполагает, что она может вырасти до 2.75%. Есть также предпосылки в виде роста деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, но это почему-то регулятором полностью проигнорировалось. Снижение ставки – это негативный фактор, вы сами видели, который уже стал причиной распродаж британской валюты. И на этом фоне я принял решение пока что из сделки по продаже пара фунт-доллар выйти. Доллар канадец без изменений 1.3863 текущей котировки. Мы все ближе к цели 1.40. Вчерашний рейс по индексу производственной активности в Канаде. В Канаде плохой отчет снижения с 49.3 до 47.8. Добавляем к этому общую такое негативное впечатление о том, что будет с канадской экономикой дальше, замедление темпов экономического роста, снижение процентной ставки, снижение объективно долгосрочной оценки на нефть. И получается, что путь к планке 1.40 открыт. И нефтянка 80 долларов за баррель. Я предлагаю, друзья, учитывая негативный фон, якобы связанный с тем, что Израиль может быть подвергнут атакам со стороны Ирана в ближайшие торговые сессии, точнее в ближайшие дни, на выходных, либо в начале следующей недели. Лучше, наверное, признать факт, что иногда котировки очень чувствительны к росту геополитической напряженности. И это может спровоцировать восходящее ралли, вопреки нашим ожиданиям того, что прочий фундаментальный фон, особенно в связи с событиями в Китае, создает условия для распродаж рынка нефти. Поскольку мы не знаем, какой будет реакция рынка на события, связанные с Ближним Востоком, лучше сейчас зафиксировать результат, дождаться понедельника, посмотреть, как рынок будет вести себя на следующей неделе, и потом уже вернуться к оценке влияния слабых данных по индексам производственной активности Китая и итогов встречи ОПЕК, на которой, кстати, стало ясно, что многие участники энергетического пакта могут отказаться от ограничений добычи, начиная уже с октября. Но об этом давайте поговорим на следующей неделе, я думаю, что мы найдем достаточное основание для дальнейших продаж. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!